И всем алоха! С вами, как всегда, Лёха, и мы продолжаем играть с вами на сервере Pixelmon проекта Crystalix, а именно на третьем сервере Pixelmon. Ссылка на проект есть в описании. Да, мы начинаем с вами в достаточно необычном месте. Я как-то заходил недавно на сервер и увидел, что у меня есть письмо, вроде вот это, да, от CargoDoc. Он меня оставил координаты, на которых находится сундук, и я подумал, что лучше заберёвай сейчас, чем потом, и его могут вообще разграбить. Вот, вещи я забрал, там был камень, мрамор, красное дерево, а также некоторые покеболы, вот тут написано, что тут было. Левел-болы и всякая такая штука. Спасибо большое, CargoDoc, за то, что ты оставил этот сундук. Дома я ещё не был, потому что я дошёл сюда, забрал все вещи и вышел, и пару дней пока ещё не заходил на сервер. Так, ну вещи мы забрали, поэтому, я думаю, нам пора отправляться домой. Я тут немного покопался в шахте, там нашёл всякое там железо, бокситы, силикон. А, кстати, мне многие начали писать в комментарии, что у тебя не Пикачу. И я такой, чё? Оказывается, это не Пикачу, это его какой-то уродливый брат Райчу, на самом деле, просто переименованный в Пикачу. Ну ничего, я как бы порадовался немного, но всё равно он 50-го левела. Не, ну это реально просто уродливый брат Пикачу, такой. Лол. Ничего, просто всё равно он похож, и для меня это было приятно, и всё равно мне приятно то, что мне дали этих покемонов. Хорошо, отправляемся домой. Так, мы дома. Я слышал, что тут какие-то грифы вроде были, или дорожки все разнесли людям, которые тут всё это делают. Либо они начали уже, наконец-то, перестройку. Да, дорожек нету, как и мостов. Бетон. В принципе, не скажешь, что тут очень сильно поменялось, так как, ну, тут и так всё было из грязи сделано. Ну, не сильно, да, что-то изменилось, как по мне, конечно. Давайте я сейчас пролечу на деревне и посмотрим, что изменилось, так сказать, сверху. Так, тут они ничего не меняли, высадили какие-то бамбуки, но это было ещё в той серии, как отделиться, видимо, от другой части. Тут кто-то разровнялся территорию сверху очень плохим образом. Так, здесь дома, здесь речку вот так сузили, конечно, было бы красивее, если бы её обошли, они вот так застраивали. Здесь моя супертерритория, как она была отстойная, так... Опа! Не, я бы повоевал с этим покет-тренером, но он сотового левела. Я как раз думал в этой серии поискать их и повоевать, может, что-то получить, но он сотового уровня, это не вариант личное для меня. Так, сейчас проверим почту, я ещё хочу посмотреть, что тут поменялось. Так, это вот наши... Здрасте. Жители города, как я понимаю. Тут вообще дорожек уже нет, вот такое ощущение. Плюс лук какой-то. Ну, это я знаю, чей дом. О, а как они так оставляют, кстати? Вот, смотрите, они ещё на одном блоке стоят. Что это? Ранч-блок, машина для заведения покемонов. Во, а я даже и не знал, что такое есть. Я как бы замечал, но... Я не знаю даже, как это работает. Бульбазавр, да, бульбазавр, блин, я бы всех хотел. А почему Ивизарвр от бульбазавр? А, это, наверное, его вторая эволюция. Блин, это круто. Я, конечно, бульбазавр, он прикольный. И... Ну, Ивин, не сказать. Это что за ходячий замок? Капец, я видел на странах. Ладно, спасибо большое. Что за ходячий? Что вы тут устроили? Какие-то монстры прям огромные у вас. На полный инвентарь. Спасибо, спасибо. Я не могу написать чат, но я вижу. Спасибо большое. Так, сейчас. Во-первых, сложим всё, что нам не нужно. Не надо мне столько, хватит. Это для меня много. От коммуникила, ребята, ну зачем? Мне не надо столько. Большое спасибо, но мне не надо, правда, столько. Вы очень меня бафаете. Я сам их могу крафтить. Ты что на ките приехал? Алло. У нас неводное пространство здесь. Так, ну давайте перейдём к письмам. Я вот достал все письма, которые там есть. Их вышло 12 штук. Начнём, давайте, вот с этого цветочного. Я буду читать письма, но если там какие-то, так сказать, личные или просто вот письма про что-то вот чисто адресованное мне, то я их, может, и не буду показывать, может, буду, но как бы. Спасибо большое, Альфорд Икс Икс. Так, Котофец. Хорошо, я посмотрю. Подписываем, которые находятся в инвентаре. И кинуть почтовый ящик. Ого, вот так. Да без проблем вообще. Сделаем. Так, привет, Михаил Икс. Ну, конечно, я заберёшься в инвентаре. Верняется в 59-56 минуты. Так, хорошо. Посмотрим, кто это там. Ютуб-скелет. Хорошо, без проблем. Так, как дела? Димозавр. Дела отлично. Спасибо. Ходит, бродит. Спасибо. Смешная шутка. Так, анекдот. Тащу один. Не надо, бродит сына, наверное, на пистёрке. Переносит на девятки. Хорошо, спасибо. Так, где анекдоты? Я анекдоты в отдельное место хочу положить. Котофец. Очень много, очень много всяких. Сейчас мы... Я возьму все письма и отправлюсь на поиск сундуков, как обычно в начале серии. Это я делаю. Так, вот они эти координаты. Берем, как обычно. И идти, топаем вниз. 64-я. А! Ящик пустой. Его кто-то все же загрифировал раньше меня. К сожалению. Видимо, жаль. Так, отправляемся тогда. 601 минус 1600. Так, координаты 601 минус 1600. И, по идее, здесь, если координаты были верные, очень глубоко песок уходит. Да, сундук есть, но он, опять же, пустой. Я не знаю, как их находят. Либо меня просто зовут. Ну, мне кажется, их находят как-то. Жаль. 504 минус 1592. Вот где-то здесь. Тут тоже пусто. А люди просто меня решили потроллить или все? Как-как все места, которые есть, их все загрифилили. Так, еще раз смотрим координаты. О, давай на... К сожалению, все ящики, которые были сегодня, если, конечно, мне не изменяет память, были кем-то загрифированы. Я не знаю, как это было сделано, зачем. В честь чего, почему, я просто не знаю, какие еще вопросы задать. Это достаточно странно и немного обидно. Я не понимаю, как это произошло. Правда, искренне не понимаю. Но, выражаю большую вам благодарность тем, кто оставлял мне эти сундуки. Так, сейчас мы отправляемся с вами на поиски огненного покемона. Положи, что... Лишнее положительное. Что у меня есть лишнее? У меня есть лишние квикболы немного. Вот я положу сюда квикболы. Почему нет? И левелболах чуть-чуть. Иди на прикор. Вот кто хочет, может найти место и забрать, если кто-то другой не заберет. Так, где водятся огненные покемоны? Может, они и не водятся где-то в определенном месте. Но это ядовитые, это NX, понятно. Где они могут быть? У меня тут раз, два, три сантры, это 14 уровня. Какого-то разбежались, наверное. Советую собрать. Смотрите, прикол. А, у меня почему-то грейдболы пропали квест на грейдбол. Это норм. Ну и как я говорил, одновременно с поисками огненных покемонов, огненного, как минимум одного, я буду искать деревню. Так, Бурми, а ты какой? Подожди. Жучий. Нет, жучий мне не нужен, спасибо. Ультра сундук? Я нашел какую-то штуку ободрения. А, это в покемонов, да, может? Я нашел башню, только она кем-то разрушена была, но я ж могу тут подраться и... Нихера себе. Меня... Моих разматывают. О, пузырями они убиваются. Полторы тысячи опыта я получил. Так, битва, пузыри. От пузырей вообще отлетаются, на раз. Это создатель покемов. Да сколько вас тут? Они все на меня только нападают и нападают. Они даже не дают мне отдохнуть. Еман. Он отхилился. Да пошел ты. Круто. Ладно, попробуем его побить. Так, битва. Огнемет. Это босс 55-го уровня. О, о, о. Фиро нормально его бьет. Пожалуйста, не убей, не убей, не убей моего. Да, мы победили босса. Йоу. А что мы получили? Мы что-нибудь получили? Хотя просто 770 опыта. Ладно. Ищем дальше. Так, вот саванна. Может, тут получится найти огненного именно? Ну, это не огненный, это каменный, очень похоже на каменный. Земляный каменный, ну да. Так. Я нашел тренера. Я надеюсь, он нормального уровня. Я смогу с ним подраться. 59-го. Ну, он большеватого уровня, конечно. Или попробуем. Чисто по фану. Так, у него... Аракен 60-го. Ну, у меня разносит, да. Так, а если мы какого-нибудь, не знаю... Паньяр, да. Почти убил я его. Ну, как почти. Нормально еще было, но у меня был шанс. Паньяр, сразу домой. Так, может, этот мой не до Пикачу. Жаль. Я не смог ни одного убить у него покемона, к сожалению. И квесты мне никто не выдаст. Выдаст? Да? Пожалуйста. У вас есть квесты, ребятки, по-братски? Видимо, нет для меня квестов, потому что ни у кого нет восклицательного знака над головой. Жаль, пока я не продвинулся совсем сегодня ни в какую сторону. Алло, где огненные покемоны? Так, ты огненный покемон, я надеюсь? Нормальный. Огненный, огненный, это огненный покемон. Так, 50 уровня. Как я его буду побеждать? Ну ладно, сейчас попробуем. Так, сразу попробуем. Да-да-да-да-да, мешок и квитболом его. Давай-давай-давай-давай-давай, ловись, лови. Да, я поймал! Я поймал, ваша команда отправили. Пакетчу огненный тайп покемон. Так, вон еще один этот же огненный покемон. Так, битва, рычание. Да, грананзер! Эй! Собака, он убивает всех с одного удара, и больше здесь нет огненных покемонов. Да, короче, квест забуговался, видимо, и я его никогда не пройду. Вот еще раз огненный покемон. Сразу кидаем в него покебол, вот так. Блин, вот так. Ну, вряд ли я поймаю, я понимаю. Битва. Во-во-во, вот тут может еще пузыри, он не... Во, как раз на удар осталось. Так, мешок, покебол, покебол кидаем. Квест, считай, квест, считай. Ты кто? Алло. Ну, снова ударом не разнес там. Поймал, 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 ну! К сожалению, квест мы не выполним. Ладно, мы поймали некоторых покемонов прикольных. Теперь, я думаю, нам пора... Дальше еще поищем сейчас деревню. Я очень хочу квест взять у кого-то из деревни. Более крутой квест. Не обычные вот эти стандартные, как я понимаю, а более какие-то крутые. Поэтому мы отправляемся дальше искать деревню с жителями, у которых можно взять квест. Я надеюсь, таковы еще остались, так как мы встречали уже одну деревню. И там почему-то жители не могли мне выдать ни один квест. Ни одного жителя не было, который мог у меня... Так, я нашел какую-то деревню. Совсем нечаянно. И я надеюсь, здесь есть тот, кто сможет мне выдать квест. Очень надеюсь. Я так понимаю, тут и так все запривачено уже должно быть. Тут вообще все вынесли. Варвары. Канелокик, покеболл лут. Так, что? Вот я нашел какую-то квест. Так. Что он от меня попросил? Это покеболл лут. Ага, мне нужно будет найти какой-то поке-сундук. Я понял. О, еще один квест. Легендарный стронг холд. And tell me... Я тебя понял. Найти легендарный стронг холд. Надо. А ты? Да, 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 да. Вот вас я сходить смогу. А есть что-нибудь более интересное, дружбаны? Так, в итоге у меня есть квест. Посетить ад. Найти стронг холд. И найти покеболл лут. То есть поке-сундук, я так понимаю. Очень интересные квесты. А есть что-нибудь поинтереснее? Ладно, вот сейчас мы сходим. Только надо вот здесь, наверное, метку какую-то поставить. Я нашел покет-тренера 49 уровня. К слову. И я могу попробовать его побить. Да, я хочу так. У нее... Эканс. Так. Отлично. Мы много нанесли. Делаем еще раз. И первый у нее покемон уже отваливается. Теперь у нее ратата. Попробуем так же. Фиро, видимо. Фиро просто с одного удара выносит. Так, теперь какой-то манки. Фиро может отлететь скоро. Но он просто раздает людей. Он просто раздает людей. Просто с помощью одного и того же этого. Мы победили. Мы получили... Денеги, я так понимаю. Да, мы получили 784, типа, поке денег за победу. И опыт еще нашему этому. Фиро просто разнес на изи. Даже не задумывался о том, что надо как-то проигрывать. Капец. Так, мы отправляемся домой. Сейчас я пойду в ад. Какой-то дурачок решил, что очень смешно будет сделать вот так. Наверное. Так, мы сходили в ад, и меня уже просят вернуться обратно. Ну ладно, без проблем. Так, кому я должен отдать квест? Это хороший вопрос. А, во, у меня метка же показывается даже. Вот тебе. Hello. Спасибо. Он мне дал действие обсидианы и этот... А зачем? Очень... Меня тут пригласили кое-куда в тайное какое-то место. Тут разводят Пикачу со скрытыми способностями. Как мне сказали, я в этом не шаром. Может, это и не так. Но мне кажется, это все же так. Почтите, два Пикачу. Это настоящие Пикачу. Ёббарс, это вот это настоящее. Это не вот эта вот штука. Это настоящие Пикачу. Вот, посмотрите. Вот, вот он. Вот его брат-урот. А вот настоящий Пикачу получается. О, мне дали, мне дали, мне дали пичу. Мне дали Пикачу первого уровня. Вот это вообще респект. Капец, посмотрите. Это просто, ну, кайф. Его, если прокачать, он же вообще будет такой крутой. Офигенно. У меня есть настоящий Пикачу. Вот теперь настоящий. Ой, чувак, зачем? Так, я так понимаю, мне дали только что легендарного покемона, что ли? Вау, what the fuck? У, на ней еще летать можно. Ой, она выглядит круто. Вау, какой крутой. Еще шумит так круто. Ну, ребят, на этом мы заканчиваем нашу серию. Она мне мешает. Меня не видно. Ладно, буду вот так. Так, большое спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Я сделал еще один подарок. Вы его можете найти на координатах 950 минус 1000. Вот примерно вот в этом месте, где я нахожусь, вот под тем деревом сзади меня, есть сундук с большим количеством прикольных вещей. Я надеюсь, они вам правда помогут. Особенно они помогут тем, кто только начал играть. Они действительно помогут тому, кто только начал играть. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, что там было примерно в комментариях или скиньте мне письмо в мой почтовый ящик в одном из домов, чтобы я знал, что вы, именно вы, забрали этот небольшой подарочек вам. Большое спасибо, что смотрели этот ролик. Ссылка на серию есть в описании. Это серия именно Pixelmon номер 3. А с вами был, как всегда, Арамба. До следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok